З-з-з-з А, основные факты, да? Говорите об этом с гордостью и предлагайте человеку выбор. Тогда он обязательно к вам вернется, он увидит вас, профессионала. Потому что нужно даже в этом случае быть профессионалом. Это понятно? Да. Отлично. Поехали с фактом гордости. Итак, смотрите, фактически сегодня, в 2018 году, мы празднуем 10-летний юбилей категории Wellness. И если мы говорим про 10-летний юбилей, то мы говорим о Wellness в мире. Потому что в 2008 он стартовал в мире Али Флейн. И вот в этом году, кстати, все участники поездки в Агелесу станут еще и участниками юбилейного ужина. В числе других делегаций из Латинской Америки, Центральной Европы, Западной Европы и так далее. То есть вот у нас будет такой классный вариант познакомиться с лидерами из других стран. Потом обязательно вам расскажем наше впечатление. Ну а в 2019 году мы продолжим праздновать 10-летний юбилей категории Wellness, потому что тогда можно будет говорить о 10-летнем юбилее категории Wellness в СНГ. потому что именно в 2009 году мы его запустили. И если вы помните, это было на моей памяти, так сказать, то когда мы его запускали, было очень много ощущения, знаете, такой панической какой-то вот нервозности, потому что все думали, а ты чего? А косметическая компания запускает БАДы, а как с ними работать? А мы уйдем вообще в БАДы или будем в косметику? То сейчас, обратите внимание, судя по нашим продажам и нашим видам, и тому, что вы здесь собрались, этих вопросов уже не возникает. Это уже часть нас с вами, да? То есть мы понимаем, что то, что снаружи, это то, что изнутри, и это, в общем-то, все мы. Поэтому для нас это уже продукты, которые органично вписались и в нашу портфолио, и в нашу с вами жизнь. Поэтому, в общем-то, этот факт, ну, наверное, первая наша гордость, что мы уже неизменно существуем с этими замечательными продуктами 10 лет на мировом рынке. И идем дальше. Первый факт, о котором я хотела бы остановиться, и это то, что отличает нас и от компаний, которые приходят на рынки, и от компаний, которые были ранее на рынке прямых продаж или розницы, предлагающие подобные продукты, что, в общем-то, наш коктейль, первый продукт, который появился в категории «Веллнесс», изначально он не был коммерческим продуктом. Изначально это не маркетинговый продукт. Что это значит, как вы думаете? Для продажи. Да? Для продажи. Для чего он создавался? Для здоровья. Для людей после и до операции. Действительно, он создавался отдельно от «Арифлейт». Он создавался не по закату компании «Арифлейт». И, соответственно, это наша отличительная черта. Да? Потому что он создавался с Тиком Стэном где-то в параллельной реальности. И потом мы вот с ним как-то так случилось, что мы пересеклись и смогли, в общем-то, найти самые лучшие точки соприкосновения, чтобы посотрудничать, да? Потому что это было выгодно. И с Тиком Стэном, и его команде, и нам как компании. Обратите внимание, да? Что он создавался для людей, проходящих восстановительное лечение, либо подготавливающихся к трансплантации сердца и легких. Да? С Тиком Стэном в своей работе, он заметил, что 50% зависит от грамотно выполненной операции. А все остальные 50% к тому, как человек не подойдет. И то, как человек из нее быстро выйдет из послеоперационного периода. А это зависит от питания. Соответственно, если мы не можем питаться, например, полноценно в плане обычной пищи, твердой, ее нужно жевать. В послеоперационном периоде у нас вообще жевательный рефлекс, в принципе, пропадает. Мы можем только пить. Соответственно, должна быть какой-то питьевой вариант, да, пищи, питания. Чаще всего используется глюкоза. Но, как вы понимаете, огнеглюкоза недостаточно для правильного восстановления и развития организма. Именно поэтому Стик Стэн придумал вот такой замечательный продукт, который можно разводить и можно пить. Скажите, пожалуйста, мы имеем с вами честь знать вкус первоначального продукта? Как? Протеиновый комплекс, коллеги. То есть, изначально это был чисто продукт для питания, да, в нем не было никакого вкуса. И по факту, это вот наш ротеиновый комплекс, который имеет нейтральный вкус и нейтральный запах. Я вас очень прошу не употреблять слово «безвкусный», потому что оно имеет определенную коннотацию, да. Нейтральный вкус и нейтральный запах. Соответственно, это вот фактически, можно сказать, то, что стало базой для нашего коктейля. И затем, в общем-то, Стик Стэн начал сотрудничать с нашей компанией, и это позволило ему, в общем-то, воплотить те, как сказать так, в общем, у них есть три обязательства. В Швеции у докторов наук, да. То есть, это позволило ему, в общем-то, сделать все. То есть, помимо того, что у тебя руки золотые, и ты даришь вторую жизнь людям, ты должен еще делать открытия, ты должен говорить о своих открытиях, и ты должен сделать так, чтобы эти открытия стали доступны максимально в количестве человек. И благодаря сотрудничеству с Эрис Лэй, он, в общем-то, смог воплотить эти миссии на все 100%. Не надо фотографировать слайды, я вас умоляю. За 150 баллов личного товара оборота «Велнос» вам Игорь их отдаст практически даром. В каталог, да, Игорь? Вот, поэтому не надо, вы все равно, там, ну, как бы они будут не того качества, а мы хотим, чтобы они были. Очень хорошего качества, поэтому, в общем-то, работаем, увеличиваем, ну, там, для совсем небольшого уровня можно и один продукт, да, либо подписку на LivePlus тоже котируемся, новую, новую, вот, вот, вот так раздаем только сейчас тренинг, да, да. Вот. А? То есть, нет, фитографирования. Но вы их не сможете использовать в своей работе, то есть это будет, а это бренд-компания. Поэтому давайте уж как-то «Велнос» любимые продукты, и затем уже презентацию получаем. Она того стоит, я вас уверяю. И мне хотелось, знаете, сделать стиле стена. Мы все его знаем. Кто-то знает его лично, кто-то знает его по видео. Но вы должны понимать, что это наше еще одно преимущество внутри этого преимущества. Вы знаете тех людей, которые создают эти продукты. Это уникальная вообще, ну, возможность, в принципе, знакомиться с создателями продуктов тех или иных. И вот мне хотелось, чтобы стикстен для вас стал не просто доктором, да, кардиотеракальной хирургии, а чтобы он стал больше, что ли, человеком. И вот один из фактов его биографии, с которой нас знакомят в Елесе. Я думаю, что вы тоже сможете когда-то стать участником такой поездки, потому что ежегодно проходят конкурсы. И вот один из таких фактов, очень жизненный, что когда стикстен еще участен в университете и не имея никакого недвижимого имущества, он, в общем-то, при получении достаточно большого наследства, он не купил ни дом, ни ферму, не вложил этого в какой-то драстовый фонд. Он купил себе набор дорогих, качественных карманных инструментов. Для того, чтобы если что-то с ним, не с ним, точнее, а рядом с ним что-то случилось, он мог быстро и достать, и помочь человеку, нуждающемуся в помощи. Вот это, наверное, больше даже говорит о стикстене, или еще больше открывает нам, кто такой стикстен, да. Такой замечательный доктор, с которым мы имеем честь работать, сотрудничать уже более 10 лет. Если учесть, что какая-то пред, так сказать, продажная подготовка в Арифлэм у нас в любом случае была, а мы с ним знакомились. Поэтому такой человек стоит у истоков велос, с таким человеком мы сотрудничаем. И я думаю, что это является дополнительным преимуществом наших продуктов. Ну и еще, я думаю, всем знакомо вот такое здание, правда же? Вы его очень часто видите в наших роликах, в книгах. Похоже на такую уютную, уютную маленькую ферму. Но на самом деле это научно-исследовательский центр «Агилёс», который создал стикстен при сотрудничестве с Лунским университетом. И, в общем-то, это не просто, так сказать, центр, куда возятся лидеры Арифлэм, показать, что вот стикстен, вот там Олдный стенд, вот там Мэтт Пол и так далее и тому подобное. То есть это не просто здание для Арифлэм. Это действующий научный центр, где делают научные открытия, где получают за них патенты, где проводятся исследования и где, собственно, создаются наши все остальные продукты. Создавались и создаются наши продукты. То есть это действительно, в общем-то, святая святых и нашей категории «Веллэс», и, в общем-то, дорогое детище стикстена. И здесь работает наша научная коллегия «Веллэс». Четыре медийных лица, которые вам знакомы, я думаю, да, ключевые игроки «Веллэс» нашей категории. Это непосредственно стикстен, это Элизаберт Нордстрем, магистр диетологии. Это Оки Лигнелл, мы сегодня о нем еще подробно поговорим. Мне хочется, чтобы вы его стали ассоциировать с одним из наших продуктов. И это Арен Магон. Обратите внимание, что у всех у них разные специализации, но все они находятся в коллегии «Веллэс». Почему? Потому что, как мы с вами знаем, состояние нашей кожи зависит от нашего питания. Наше питание очень сильно влияет на состояние нашего организма в целом и на кожу в том числе. И, конечно же, от того, насколько сильным будет наш иммунитет, будет зависеть и наше общее самочувствие. Ну и, конечно же, это не все сотрудники научной коллегии. Здесь у нас есть и химики, и биологи, и люди, работающие на производстве. Но, безусловно, ваша задача – знать вот эти четыре персоны, так сказать, лично. И именно эти люди стоят по главе информационной поддержки нашей категории, всесторонней поддержки. И это наши «Веллэс-эксперты» для всего мира Альфлэя. Любим, ценим и, я надеюсь, что знаем каждого персонала. Идем дальше. Первая часть, вот такая подчасть фактов гордости закончилась. Сейчас мы переходим, обратите внимание, факты гордости, стандарты качества. Соответственно, здесь у нас идет разговор о наших ключевых стандартах качества. Международных стандартах качества. Стандарты качества, которые вы должны знать на зубок, что называется. Это, опять же, наши отличительные свойства. И в рамках этой категории, в рамках этой подтемы мы остановимся на, получается, четырех самых заметных сертификатах, которые у нас есть. Мне даже пяти, наверное. Ну, в общем, сейчас посмотрим. То есть математика у меня не так хорошо, как с разговором с жанрами. Итак, как этот сертификат звучит? А? Еще громче. Хасп. Здесь? Хасп. Хасп, да? Все верно. То есть произносим мы его в английской транскрипции. Это понятно, да? Хасп. Сертификат Хасп. Международный стандарт, соответствие европейский стандарт, который пришел к нам, в общем-то, из космоса. Космоса, причем мы в английском космосе? Потому что изначально этот стандарт разрабатывался НАСА. Космическим агентством Америки. Для чего? Для того, чтобы отслеживать качество тех продуктов, которые высылаются в космос для космонавтов. И нужно было понять, если что-то пошло не так. На каком этапе это что-то пошло не так, да? И начали исследовать, соответственно, все этапы подготовки продукта. В данном случае сейчас этот стандарт перешел в пищевое производство. И если вы посмотрите, как он переводится, то есть это анализ опасности и критические контрольные точки. Фактически пищевое производство, но сейчас этими стандартами могут, в общем-то, получать и фабрики, которые выпускают, например, ту же косметическую продукцию. Например, наш завод в Ногинске имеет тоже этот сертификат. Но для нас сейчас важен ХАСП как пищевой стандарт качества. Изначально, да, как он вошел в историю, так сказать, не только НАСА и Америки, а вообще Европы. Соответственно, это показатель высокого качества продуктов и это показатель безопасности пищевых продуктов. Тогда у меня вопрос, какие продукты имеют этот сертификат? Быстро. Суп, коктейль, протеиновый комплекс, еще что? Батончики. Батончики. В НСП имеет? Да. Да или нет? Нет. Кто за да? Руку? Нет. Кто за да? Ручку поднимите, пожалуйста. Ага, кто за нет? Нет. А почему нет? Не пищевые продукты. Правильно. Потому что кто у нас витаминно-минеральный комплекс, а мы говорим про пищевые продукты. Раз. А как обобщить вот эти все продукты, которые вы только что перечислили, назвать их двумя словами? Тремя, хорошо. Нет. У нас есть название этих продуктов, это вы сейчас выдумываете. А? Нет, не БАДы. Как они называются? Нет, не БАДы. Продуктов было все. Серией Нейчурал Баланс. Вот это все продукты серии Нейчурал Баланс. Они все относятся к серии Нейчурал Баланс, равно пищевые продукты. Вот так да. Поэтому это тоже полезно знать, как они у нас называются вообще. Поэтому вот я вам буду сегодня такие вопросы задавать достаточно часто. Следующий наш сертификат – это сертификат GMP. GMP – это как раз-таки сертификат фармацевтического производства и, соответственно, высокого качества продукции, которые выпускаются со значком этого сертификата. Обратите внимание, дамы и господа, тоже интересная штука получается. Про GMP сейчас говорят многие компании, кто-то запускает даже рекламные акции в поддержку того, что они получили этот сертификат. Мы его получали дополнительно, или он у нас был с самого начала? Был. И вот это тоже наша отличительная особенность. Мы сразу приняли решение выпускать продукты с этими сертификатами. Это дополнительная ответственность для компании. Это дополнительные вложения. Это дополнительный поиск фабрик, которые имеют эту сертификацию. Фактически, что HASP, что GMP сертифицируется фабрикой, на которой производится продукт. Но по факту потом получается, что и продукт получает этот сертификат. Что это значит? Если мы говорим, что на всех контрольных точках у нас идет проверка. То есть идет проверка не только конечного продукта, но и идет проверка сырья. Идет проверка персонала. Идет проверка самой фабрики, на которой изготавливается этот продукт. И только после этого, да, причем проверяющие органы не предупреждают, ну, какую стадию они проверяют. То есть проверяется, вот так сказать, в хаотичном порядке. И соответственно, если мы имеем такие стандарты качества, то это подтверждает высокое качество самих продуктов wellness. Обращаю ваше внимание. БАДы – это фармацевтика? Нет. 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 Мы не производим лекарственные средства. Фактически, GMP стандарт – это стандарт фармацевтического, то есть для лечебных препаратов производства. Те производства, которые производят лекарства. Мы этого не делаем. Но мы поставили себе задачу выпускать нашу продукцию биологически активной добавки с этим сертификатом. Классно? Вот так-то. Знай нашим, кто говорится. Адусь? Следующий? Следующий стандарт качества – веган. Это веганское общество. И это, в общем-то, общество, которое подтверждает высокое качество продуктов для вегетарианцев. Что это значит? Что в них нет? Животного белка. Да, да, все верно. То есть нет продуктов не просто животного происхождения. Есть веганы, а есть вегетарианцы. Вегетарианцы едят яйца, пьют молоко, например, могут съесть сыр. Но веганы этого делать не будут, потому что это строгие вегетарианцы, и они не едят даже те продукты молочного животного происхождения, которые при их добыче не вредят живому существу. То есть только растительный продукт. И вот веганский сертификат – это как раз подтверждение того, что у нас нет там даже продуктов животного производства. Не то, что мы вредим животным, а даже их, в общем-то, ну, ни молока, ни яиц нету. Соответственно, для какого продукта это характерно? Супы. Все верно. То есть это именно тот продукт, который мы можем рекомендовать веганам даже, строгим вегетарианцам. Ну и мы, собственно, его с удовольствием едим. А в чем, кстати, ключевая фишка нашего супа? Какой? Картофельный белок. Хорошо. А в чем... Хорошо. Белок есть и в коктейлях, и в протеиновом комплексе, и в супе. В чем преимущество нашего белковой базы для коктейля? Да, обобщайте, обобщайте, что позволяет нам вот получать с вами лично, если мы употребляем коктейль, ну, или протеиновый комплекс. Вот у них там есть три белка, что они нам обеспечивают? Какие аминокислоты? Несаменимые. И вот обращаю ваше внимание, что несаменимых аминокислот, их там 8-9, условно выделяют 9, потому что одна есть полонезаменимая, да, но... В общем, мы говорим про 9 аминокислот сейчас, и смотрите, что очень важно, что чаще всего незаменимые аминокислоты встречаются все-таки в белках животного происхождения. А как вы считаете, в супе мы получаем эти 9 незаменимых аминокислот, если выпиваем, съедаем порцию супа? Да. Да. И вот в этом уникальность нашего супа, что Стикстен и его команда смогли подобрать такое сочетание белков, чтобы при их употреблении человеческий организм получал все незаменимые аминокислоты. Это непростая задача. Действительно непростая, потому что все-таки в растительном белке нет такого соотношения аминокислот. Но наши ученые смогли это сделать. Соответственно, логотип гиданского общества мы заслужили по праву. Идем дальше. Также высокий стандарт качества. Я считаю, что это международный стандарт, который котируется безусловно не только в России и регионах из Украины. Это то, что важно для многих, в общем-то, лидеров из знатоков. Потому что это стандарт качества, это значок качества, которое нам присвоено в 2009 году после прохождения нашего коктейля клинических исследований. Где? На институте питания Российской академии медицинских наук, а точнее, в Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. На дни. Так, в общем-то, так расшифровывается эта аббревиатура Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Соответственно, смотрите, почему я считаю это, в общем-то, высоким стандартом качества. Потому что, в общем-то, наша Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов имеет, несмотря на то, что она там основана, как сказать, во вторных двухтысячных годах, но она имеет очень большую историю, исторически, да, она еще была в военные годы основана и создавалась для того, чтобы, в общем-то, правильно рассчитать нормы употребления продуктов, чтобы люди, в общем-то, были сытыми, но при этом получали достаточно минимальное количество еды, в принципе, да, то есть вот этим занимались сотрудники этого агентства. И, соответственно, оно существовало, в принципе, очень давно. Но вот в таком форме оно опять у нас появилось в двухтысячных годах и объединило лучших специалистов по питанию в различных областях и, в общем-то, поддерживается многими известными научными институтами. В подстройщиках есть эта информация. Соответственно, смотрите, там проходило клиническое исследование и исследовались люди, имеющие их overweight, по-английски звучит лучше, чем ожирение по-русски, на самом деле, да? Ожирение, да, то есть ожирение – это когда не 10, не 15 даже килограмм лишнего веса, а там 50 и более. То есть люди, имеющие вес там от 150 до 200 килограмм, были разделены на две группы, да, и одной группе давались влазные продукты, второй – нет, да, они снижали вес по обычной программе. И было выяснено, что здесь, в общем-то, за 12 недель прохождения исследования, что мы получили, какие результаты, помните их? – Не новая же информация. – Потеря веса, что она не за счет? – Ну там мышцы, я бы вообще условно это говорила, это мы сейчас так можем композиционный анализ рассчитать. Но что нам было важно, что потери веса была чуть более весомой, чем у предыдущей группы, потому что все равно питание им изменили обеим группам, да? Но при этом очень важно отметить вот какую вещь, что были улучшены показатели, там, естественно, так как это клиника, исследовались показатели крови и другие анализы брались. Во-вторых, люди перестали чувствовать вот этот голод, когда они там что-то прятали себе там на ужин, недоедали и имели, в общем-то, еще и негативные эмоции по поводу того, что их там ограничивают в пище как-то, каким-то образом. И что еще очень важно, ну, вот лично для меня было в этом клиническом исследовании, что люди с ожирением, у них повысился социальный статус, они стали более социальные. Что это значит, как вы считаете? И важно ли это для полных людей? Позитивные, стали общаться, причем не с кем. Чаще всего полные люди общаются с кем? С животными и с кем еще? Чаще всего они сидят дома, на шеперном круге, диване, общаются с телевизором, правильно? А здесь они захотели выйти в люди. И вот этот такой положительный момент тоже очень важен в плане адаптации и в плане нашего эмоционального состояния и желание двигаться дальше, да? Поэтому всю информацию по исследованию более детально опять же есть посрочнее, как вы ее посмотрите, но обращаю ваше внимание.